FIFA 16 Ultimate Team, Монета, а также другие игры вы можете приобрести на сайте Krabba.ru, ссылка в описании. Приветствую, с вами Ёжик и сегодня мы поговорим о штрафных ударах. Расскажу вам, как исполняю штрафные удары сам и как защищаюсь от штрафных ударов соперника. Прежде всего, советовал бы вам поиграть немного в Skill Games. В русской версии игры это называется развитие навыков. Это единственное место в игре, где можно потренировать исполнение штрафных ударов. Для начала я выделяю две зоны для ударов. Первая для простого удара и удара с подкруткой и вторая для мощного удара. Ну а с более дальнего расстояния пробивать нет смысла, залететь может один из тысячи и тот непонятно каким образом. Самым легким и самым эффективным способом исполнения штрафного является простой удар. В момент удара держите левый стик направленным вверх. Отпускаю я стик в тот момент, когда до удара остается пару шагов. Сила удара от одной до двух ячеек. И стоит отметить важный момент. После удара мяч не летит по прямой, а немного смещается в зависимости от рабочей ноги игрока. Если у мяча правша, то прицеливайтесь немного правее от желанного места поражения ворот. А если это левша, то соответственно прицеливаться нужно немного левее. Удар с подкруткой исполняется похожим образом, но по ходу удара стик нужно быстро сворачивать в ту сторону, в которую хотите подкрутить мяч. Сила удара все та же, от одной до двух ячеек. Для исполнения мощного удара нужно зажимать кнопку переключения игроков, LB, она же L1. Чаще всего такие удары сопровождаются подкруткой, поэтому сворачивайте стик во время удара. Сила удара от двух до трех ячеек. Многие из вас защищаются от штрафных ударов в одном и том же ключе. Одного из игроков вы быстро оттягиваете на штангу и тем самым подстраховываете вратаря. Окей, но таким образом вы оттягиваете линию офсайда до линии ворот. Хороший соперник с радостью будет использовать это пространство. Тут и вступает в силу розыгрыша штрафного. Позвать напарников вы прекрасно умеете, пожалуй. При стандартных настройках управления за это отвечают LT и RB, L2 и R1. Ну а дальше ваша фантазия. Либо скинуть партнера под удар, либо обманными пробежками запутывать голову сопернику и тогда разыграть. В общем, можно опасно развернуть ситуацию. И да, если кто-то не знает, как пробегать партнера мимо мяча, то подскажу. Зажимаете кнопку, которой подзывали игрока и исполняете ложный удар комбинации навес плюс пас. Таким образом партнер пробежит мимо мяча. Ну и на сам конец подскажу, как же я обороняюсь при штрафных соперника. Делаю почти то же самое, что и вы. Отвожу своего игрока стоять возле штанги, но делаю это намного хитрее. Выбираю игрока, немного вывожу его из толпы и в момент удара соперника бегу на штангу. Таким образом я и угол закрывать успею и линию офсайда держу достаточно высоко. Ну и кроме того, во время удара соперника моя стенка прыгает, конечно же. Для этого нужно нажать на кнопку выхода вратаря из ворот. На этом все, пожалуй. Спасибо вам за внимание. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До встречи и всего хорошего. Приветствую! С вами Ёжик, Франческо Тотти и мы продолжаем свой путь. Поехали! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!